Очередь длиной порядка 100 метров у входа в музейный комплекс говорит о том, что Ночь музеев в Северской Домне – одно из самых популярных мероприятий. Все мероприятия так или иначе связаны с природой, с красотой природы. Ну и, конечно, в первую очередь мы подчеркнули красоту уральской природы. У нас даже территория украшена уральскими рябинками, березками, различными кустарниками. Мы попытались как-то ее зеленить, сделать свежей, скажем так. Как уникальный фильм, который сегодня увидят полевчане, фильм-премьера об умельцах нашей полевской земли, которые черпают вдохновение в красотах полевского края. Посетители знакомятся с экспонатами, делают памятные снимки. Можно без преувеличения сказать, что Северская Домна является центром притяжения не только жителей Полевского, но и гостей города. Каждый год мы стараемся расширить свою экспозицию, сделать обязательно позитивное улучшение состояния самого музея. И в этом году мы тоже много что запланировали, и в Дню Металлурга у нас будут открыты дополнительные экспозиции. Прекрасно, что появилась такая традиция проводить ночь музеев. И очень хорошо, что музей Северского трубного завода участвует в этом мероприятии. Я слышал много отзывов о мероприятии, которые мы проводили год назад. Были все поражены. Как это нам удается, когда у нас много творческих, неравнодушных людей. Как мы можем подать свою историю, как ее можем оживить. И, естественно, слухи о том, что Северский трубный завод в ночь музеев очень интересен, они распространяются. И в этом году я вижу, что участников, посетителей будет очень много. Сила слова представлена актерами Свердловского театра драмы. Под аккомпанемент живой музыки заслуженный артист России Игорь Кравченко читает стихи. Его голос многим знаком. Несколько лет подряд он был ведущим Парада Победы в Екатеринбурге. Руководство этого завода, оно делает все для того, чтобы здесь возрождалась и любовь к родному краю, к малой родине. И воспитывает просто подрастающее поколение. Гости музейного комплекса смогли переместиться на несколько сотен лет назад, в эпоху становления металлургии. И стать свидетелями уникальных исторических событий, познать силу тайных знаний. Ночь музеев – это уникальное городское мероприятие, которое стало уже традицией для нашего города. Оно популярно, и сюда приходят тысячи полевчан, чтобы познакомиться с историей завода. Для них сегодня оживает доменная печь. Ажиотаж возле сцены вызвала сила красоты. Танцевальное дефиле русских красавиц в кокошниках. Невероятную коллекцию одежды представила уральская мастерица Любовь Михалева. Моя одежда – это сценические или театральные костюмы. Это вдохновение природой, Уралом, красивыми нашими уральскими девушками. Вдохновение нашей богатой историей. Вдохновение музыкой русской, но с современной аранжировкой. Особо хочется отметить, что среди участников акции «Ночь музеев» очень много детей, и у них это событие вызывает неподдельный интерес. Сегодня я была на лазерной инсталляции, и там показывали, как домна в один раз в году превращается и смотрит за посетителями. Всего Северскую домну посетили порядка трех тысяч человек. Здесь рады каждому гостю и даже в ночное время. На большой стене отзывов нет свободного места. Каждый сантиметр заполнен наилучшими пожеланиями от тех, кто оказался в месте силы. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости. Твой день. Продолжение следует.